приветствую вас братья и сестры благодарение нашему господу за то что у нас с вами есть евангелие которая является не только словом божиим но еще и путеводителем в жизни каждого из нас каждого христианина читая новый завет описание жизни и служения иисуса христа мы с вами находим очень много таких простых бытовых высказываний которые произнес христос например следуй за мной вот эти слова иисус христос с этими словами иисус христос обратился к мытарю левию и об этом мы с вами можем читать в евангелии от луки 5 глава 27 стих или вот обращаясь к симону он сказал закиньте сети ну и другие подобные высказывания наряду с такими простыми фразами мы с вами находим еще и целые проповеди которые по праву считаются основополагающими в служении иисуса христа к таким конечно же можно отнести на горную проповедь которую иисус христос произнес на холме вблизи капернаума и это проповедь записана в евангелии от матфея в пятой главе вообще если ну так более глубже посмотреть если вникнуть и внимательно посмотреть на жизни иисуса христа глазами именно тогдашних людей то мы с вами обнаружим очень такую интересную особенность христос произнес достаточно много слов которые приводили людей в замешательство или в какое-то недоумение например не думайте что я пришел принести мир на землю не мир пришел я принести но меч ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее и невестку со свекровью ее и враги человеку домашний его думаю что и сегодня вот эти слова они вызывают у каждого из нас у тех кто читает евангелие какое-то непонимание или вот еще я есть дверь или я хлеб живой представьте себе человека который вот в нашем собрании утверждал бы вот такие вот слова да как бы мы к такому человеку отнеслись не думаю что кто-то из нас воспринял бы такого человека всерьез а о последователях и приверженцах вот такого учения и говорить бы не пришлось так как мало кто откликнулся бы на такие вот слова и на такие призывы сегодня мне бы хотелось обратить ваше внимание на слова сказанные иисусом христом которые нельзя иначе назвать как странные слова и эти странные слова записаны в евангелии от иоанна это будет 6 глава с 51 по 57 стихи и она 6 глава с 51 стихом я хлеб живой сшедший с небес ядущий хлеб сей будет жить вовек хлеб же который я дам есть плоть моя которую я отдам за жизнь мира тогда иудеи стали спорить между собою говоря как он может дать нам есть плоть свою иисус уже сказал им истинно истинно говорю вам если не прибу если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день ибо плоть моя истина есть пищей кровь моя истина есть питье и идущий мою плоть и пьющий мою кровь прибывает во мне и я в нем как послал меня живой отец и я живу отцом так и идущий меня жить будет мною вот до этого стиха давайте с вами попробуем очень коротко посмотреть вот эти слова и разобрать их может быть более подробно что имел ввиду иисус христос когда произносил вот эти вот странные слова и вообще являются ли эти слова на самом деле странными действия вот в прочитанном отрывке оно происходит в одной из синагог капернаума куда мы видим что пришел иисус христос и где уже к тому времени собралось достаточно людей чтобы его слушать иоанна 6 глава 59 стих сие говорил он в синагоге учав капернауме один человек по поводу вот этого сказал следующее представьте себя на месте этих иудеев кто-то вам говорит что нужно съесть его тело чтобы жить вечно и даже пусть этот странный человек ведет себя и говорит очень необычно да и чудеса творит но все ли в порядке у него с физическим здоровьем иудеи собственно говоря так и решили они просто обвинили иисуса христа что он все свои действия ну скажем так делает не небесной силой и отчасти их наверное можно понять ведь их культура их религиозная жизнь они были расписаны вплоть до количества шагов которые можно было сделать в субботний день не говоря уже о пище или каких-то других моментов моментах например связанные с прикосновением к мертвому человеку или вообще к мертвичине такое действие уже считалось осквернением самого себя и после этого действия опять же следовал очередной ритуал очищение и омовение что же касается пищи то кровь даже съедобных животных мы знаем что ее нужно было обязательно сливать прежде чем готовить к еде это мясо и вот тут иисус христос предлагает есть его тело и пить его кровь согласитесь что вот в этом контексте эти слова звучат более чем странно и анна 6 глава 53 стих и Иисус же сказал им истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни здесь конечно же нужно отметить реакцию окружающих людей на вот все вышесказанное конечно же было недоумение конечно было недопонимание и скорее всего был такой немой вопрос на лицах слушающих 60 стих многие из учеников его слышат то говорили какие странные слова кто может это слушать как мы уже с вами знаем этим все не закончилось скорее всего слова произнесенные иисусом христом они были такой своеобразной последней каплей для очень многих его учеников и для очень многих его последователей 66 стих 6 глава и она с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним мягко говоря отсеялись те люди которые в хождении за иисусом христом ну скажем так преследовали свои какие-то цели вполне возможно что отошедшие от христа люди следовали за ним только лишь от того что учение иисуса христа в то время было очень популярным другие преследовали возможность жить как сейчас наверное ну принято говорить на халяву хоть и сказано что иисус христос не имел какого-то постоянного жилища написано даже что он не имел где голову преклонить но все таки в окружении иисуса христа были те люди которые помогали ему материально которые кормили его и учеников которые предоставляли ночлег и и прочее и были конечно же те люди в окружении христа которые наравне со своим учителем пользовались всем этим эти группы людей вот в этот момент и отошли от христа отошли от иисуса христа впрочем и сейчас можно увидеть что-то подобное в христианском обществе когда люди следуя за господом преследуют какие-то свои цели кто-то хочет может быть лидером или первым и предлагает для этого максимум усилий кто-то хочет славы например проповедуя или исполняя сольные гимны а как будто ничего этого не хочется но хочется пожить вот так вот на халяву попросить о помощи или поесть бесплатно а может быть даже и помогут материально это все есть в современном христианском обществе остается лишь небольшая группа людей которые следуя за господом иисусом христом и приходя на совместное собрание верующих людей ничего не ждет а только лишь впитывает слово божие как губка вот и с учениками произошло то же самое остались только 12 человек у которых христос спросил не хотите ли и вы отойти кстати вот в этом высказывание иисуса христа очень интересно отметить наверное на его реакцию на все происходящее мы с вами видим что он абсолютно никого не держит он никого не заставляет как-то насильно следовать за ним то есть у каждого человека есть своя собственная воля и есть свой выбор и и только лишь спустя некоторое время двенадцать учеников иисуса христа и первые христиане они начали понимать о чем же говорил им вот тогда в синагоге иисус христос в прочитанном отрывке евангелист иоанн приводит слова иисуса христа сказанные им о причастии или как принято у нас говорить о хлебопреломлении которое мы с вами вот совершали в прошлое воскресенье если рассказать далекому вообще от веры человеку о причащении о том в чем есть ну на самом деле суть всего происходящего что верующий принимает в себя вот эти символы тела и крови иисуса христа которыми являются хлеб и вино у него скорее всего тоже вытянется лицо и тоже будет какое-то ну непонимание признаки непонимания и лишь спустя некоторое время следование за господом иисусом христом верующим открывается вот этот настоящий истинный смысл всего происходящего точно так же было и с учениками и первыми последователями иисуса христа евангелие от луки 22 глава с 14 стиха и когда настал час он возлег и двенадцать апостолов с ним и сказал им очень желал я есть с вами сию пасху прежде моего страдания ибо сказываю вам что уже не буду есть ее пока она не совершится в царстве божием и взяв чашу и благодарив сказал примите ее и разделите между собою ибо сказываю вам что не буду пить от плода виноградного доколе не придет царствие божие и взяв хлеб и благодарив преломил и подал им говоря сие из тела мое которое за вас предается сие творите в мое воспоминание так же и чашу после вечерей говоря сия чаша есть новый завет в моей крови которая за вас проливается мы видим что господь собрал своих учеников в таком определенном месте в доме одного из своих последователей где как раз таки все и произошло где он взял хлеб и вино иисус сначала взял хлеб и возблагодарил его говоря сие есть тело мое то есть иисус христос имел ввиду что вот этот хлеб это есть символ моего тела или по другому это парообраз моего тела ломимого за вас вкушать хлеб это значит вспоминать вот искупительную и заместительную смерть нашего господа иисуса христа говоря эти слова о хлебе иисус дает понять что преломленный хлеб он символизирует в причастии его святое тело но для нас для тех кто принимает этот хлеб это значит еще больше для того кто берет этот хлеб в руки и затем в уста это не только есть средства для того чтобы вспомнить страдания вспомнить муки иисуса христа но это еще и способ установить с ним некую такую духовную связь также господь иисус христос взял и чашу луки 22 20 сия чаша есть новый завет в моей крови сие творите когда только будете пить мое воспоминание а чаша иисус христос сказал что в его крови есть новый завет и эта фраза она означает тот же самый имеет почти тот же самый смысл что и предыдущее краткое изречение о хлебе по ветхому завету мы с вами знаем что люди они постоянно приносили в жертву кровь животных а новый завет как мы знаем он раз и навсегда был исполнен кровью иисуса христа этими словами иисус христос заповедует нам чтобы мы в то время когда будем с вами собираться на наши собрания чтобы мы вспоминали его страдания чтобы мы вспоминали его смерть на голгофском кресте за каждого из нас в очищении наших грехов кровь иисуса христа она была пролита чтобы примирить нас с богом сия чаша говорит иисус христос то есть эта чаша есть новый завет в моей крови если посмотреть более точный перевод то звучит это несколько иначе эта чаша есть новый завет и он оплачен моей кровью иисус христос открывает нам новые отношения которые основаны вот не на ветхом законе не на ветхой букве а на бескорыстном милосердии на любви божией которую он предлагает каждому человеку который обращается к нему новый завет он был действительно раз и навсегда скреплен кровью иисуса христа вот почему он говорит что эта чаша она есть новый завет в его крови основание вот этого нового завета оно было положено именно там на кресте для неверующего человека скорее всего это ничего не значит а для всех любящих иисуса христа это конечно же путь в его присутствие путь исполнения его заповедей и путь вообще новой жизни в иисусе христе иоанна 6 глава 56 и 57 стихи ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем как послал меня живой отец и я живу отцом так и идущий меня жить будет мною если посмотреть греческий оригинал вот евангелие от иоанна то эти слова переводятся как жесткие и трудные то есть трудновыполнимые конечно же мы с вами прекрасно понимаем что есть плоть христа и пить его кровь не означает делать это буквально точно так же как нельзя например вырвать глаз или же отсечь руку и ногу когда они соблазняют другого человека об этом кстати тоже говорил иисус христос в евангелии от матфея 18 главе эти слова конечно же нам с вами нужно понимать именно духовно есть плоть означает принимать иисуса христа принимать его характер принимать его его мысли может быть принимать его образ жизни принимать его действия быть как он поступать как он жить конечно же как он его жизнь она должна стать частью нашей жизни пить кровь означает постоянно очищать себя от всякой скверной плоти и духа 1 иоанна 3 глава 2 3 стихи будем подобны ему потому что увидим его как он есть и всякий имеющий сию надежду на него очищает себя так как он чист очищение в крови это использование как раз таки вот этой побеждающей силы иисуса христа способной не только омывать наши с вами грехи но еще и полностью удалять их из нас если мы с вами оступились а такое на самом деле может быть и очень часто если где-то дьявол смог поймать нас на каких-то нехороших действиях на нехороших поступках может быть плохие мысли были плохие слова были мы с вами имеем вот этот доступ крови иисуса христа и через искреннее исповедание через такое искреннее покаяние и последующее вот исповедание грехов наших мы с вами вновь восстанавливаемся в звании праведника достигшего святости если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха итак вот эти странные и может быть непонятные слова прозвучавшие когда-то из уст иисуса христа они на самом деле являются таковыми лишь для тех кто всем сердцем не уверовал в господа иисуса христа поэтому и реакция на вот эти слова она может быть точно такой же как у тех людей которые когда-то собрались в синагоге в капернауме пусть каждого из нас братья и сестры благословит господь чтобы мы с вами правильно понимали его святое слово аминь аминь